Друзья, всем большой привет! Представляю вашему вниманию воспоминания немецкого бойца об эвакуации из Сталинградского котла. И в частности, о случае с немецкой овчаркой. Желаю вам приятного прослушивания. Неожиданный прорыв Красной Армии 23 ноября вызвал хаос на нашем участке под Мариновкой. Весь личный состав подразделений Люфтваффе, оказавшийся отрезанным от своих основных подразделений, был собран в штурмовые батальоны, без разбора на лётный или наземный персонал. Это уже не играло никакой роли. То же самое случилось и со мной. Я остался связным мотоциклистом в котле, а в это время, за его пределами, моё подразделение было разбито в тяжёлых боях. Я попал в штурмовой батальон Хервик в компанию почти 400 совершенно незнакомых мне новых камерадов. Мы заняли позицию в балке Карповка. Балкой называют высохшее русло реки, а Карповка — это одновременно название деревни, реки и станции. Противник находился меньше чем в 500 метрах от нас за железнодорожной насыпью. Мы врылись в берега пересохшей реки, но эти норы нас не спасали. Из наших укрытий мы могли видеть, как бьёт смертельным огнём сталинский орган. Всего лишь одним залпом эти ракеты обрекали на быструю или медленную смерть около 50 моих товарищей. Чтобы уж совсем не быть для них пушечным мясом, нам приходилось по ночам, настолько было плохо дело с подвозом боеприпасов, выходить на охоту за оружием русских, что тоже сопровождалось кровопролитием. Застреленные, раненые, замёрзшие каждый день сотни молодых немцев умирали бессмысленной смертью. У русских дела обстояли так же. Мы же, ещё живые, иногда чувствовали что-то умиротворяющее в безжизненных лицах погибших, несмотря на их окровавленные трупы. Некоторые из нас выбирали самоубийство как выход из этого отчаянного положения. Оставшиеся жили в смертельном страхе за свою жизнь. Наш дневной рацион чаще всего состоял из одного куска хлеба. Из отбросов можно было приготовить что-то солидное. В один из дней мы нашли на бруствере блиндажа нашего командира картофельные очистки, настоящие картофельные очистки. Мы их сварили, а поскольку их было много, получился праздничный обед. А потом мы ещё кое-что нашли. Овчарку. Мы не могли в это поверить, но наш майор держал собаку. При всём плачевном обеспечении солдат он ещё и собаку держал. Все мы были едины во мнении, что этой роскоши здесь не место. Вот почему это несчастное животное быстро перекочевало в наши голодные желудки. Постыднейший поступок, который строгий командир хотел увенчать приговором военного трибунала. Но найти виновного он так и не смог. В смертельном страхе проходил день за днём, вплоть до Рождества. В этот вечер командир издал очередной приказ дня. Фюрер вытащит нас из котла, он даже должен посетить нас здесь. Ну а дальше обычные пустые слова о мужестве, об отваге, о последней капле крови и верности фюреру. Стыдил за то, что это ниже достоинства немецкого солдата пускать себе пулю в лоб. Это были последние соломинки, за которые мы отчаянно цеплялись. В первых числах января наш майор застрелился. Но больше чем приказы, нам помогла утешительная проповедь, которую прочёл на Рождество наш католический священник, 20-летний капеллан Эрнстрат. И всё ещё кончено, мы в руках Господа и Сына Его, сегодня рождённого. Об этом нельзя забывать, и друг о друге всегда надо помнить. Я предложил, если кому-то из нас удастся пережить этот ад, то в день своего спасения он должен будет всегда есть то, что мы ели здесь каждый день, всего один кусок хлеба. Так мы будем поминать друг друга. На долю Эрнста этот шанс не выпал. Он погиб на следующий день после своей проповеди. 7 января я был ранен в руку. Я увидел русского снайпера метрах в трёхстах впереди меня. Когда меня привели в лазарет, от моего батальона в 400 человек в живых осталось 16. После операции, без анестезии, мне сообщили, что в тяжёлых боях моё подразделение полностью уничтожено. Из-за продвижения Красной Армии всех раненых вечером 10 января в спешке погрузили на открытые бортовые грузовики и отправили дальше, на восток. Русская орудийная канонада была слышна вовсю. Когда в метель, сидя в кузове грузовика и трясясь от холода, страха и боли, мы проехали мимо другого медицинского конвоя, который съехал в Кювет, мы поняли, что из них никто не выжил. Все были мертвы. «О них получилось», — сказали мы. Чуть позднее и наш грузовик съехал в Кювет. «Это конец», — сказал я своим стонущим и орущим раненым товарищам. Я ещё мог идти и предложил сходить за подмогой. Они отговаривали меня. Вероятность попасться в руки к русским была слишком высока, да и помощь должна была прийти. И только один из них встал, чтобы идти со мной, несмотря на рваную рану ноги. Я поддерживал его. И так мы ковыляли потихоньку. Не знаю как, но на рассвете мы всё же дошли до станции Карповка. Последнее, что я видел, была надпись «Гарнизонная комендатура». Когда я снова пришёл в себя, рядом был мой товарищ, а с ним русский старик и его жена. Мне сказали, что немецкие танки, отступая, прошли мимо нас. Чтобы меня не раздавило, они стащили меня на обочину дороги, в кювет, к мёртвым. У стариков я быстро пришёл в себя, и часа через два сил уже было достаточно для того, чтобы тащить моего товарища на санках, который старик сколотил для нас. Перед нами была взлётно-посадочная полоса аэродрома «Питомник». Время от времени мимо нас проезжали грузовики. Но вскоре силы вновь покинули меня. У откоса сидело много немецких солдат, абсолютно измождённых, ожидавших смерти. Говорят, белая смерть милосердна. Становилась необычная, странная тишина. Быть может, это была прострация, в которой боль, голод, страдания и тоска по дому наконец-то кончаются. Мы подсели к ним. Грузовики не останавливались, из-за страха быть взятым штурмом нашими жалкими остатками. Желая ускорить неотвратимость моей судьбы, я лёг поперёк колеи в надежде быть задавленным. А вышло иначе. Грузовик, который должен был переехать меня, затормозил и подобрал меня и моего товарища. Так мы добрались до аэродрома. Здесь же моя карточка раненого, на которой стояло, что руку мне надо ампутировать, превратилась в обратный билет. То же самое случилось с моим товарищем. В ночь с 11 на 12 января нас погрузили в самолёты и вывезли обратно, в жизнь. Среди 24 самолётов, которые были там, особенно надёжным нам показался из-за своих размеров Юнкерс-90. Но нам двоим достались места в тётушке Ю, так называли Юнкерс-52, рядом с радистом. В воздухе я заметил по настроению в кокпите, что что-то не в порядке. Что это было, я понял только после посадки в Сальске. Девять машин было сбито, в том числе и Юнкерс-90. В неотапливаемой кабине самолёта я чуть не отморозил себе ноги. Никогда не забуду, как пилот и радист принесли нам хлеб с мармеладом, целую корзину для белья, наполненную ими. Я рыдал, как ребёнок. А вот я сижу, живой и с мармеладом. Вскоре после этого я услышал от кого-то, что питомник заняли русские, почти сразу же после того, как тётушка Ю вытащила меня из ада. В сторону дома нас везли в товарных вагонах. На границе Рейха нас ожидал настоящий медицинский поезд. Мне досталось место у окна. Ведь я же был сталинградцем. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова